Добрый день, девочки! Сегодня с вами снова я, меня зовут Алла. И я хочу вам предложить еще один комплекс для вашего пробуждения, если вы будете делать его утром. И также он пригодится вам в качестве медитации. Также хочу сказать, что медитировать нужно научиться в любом состоянии. Вот сейчас я сижу в парке, например, в нашем скверике, и вокруг меня ходят люди. Они обращают внимание, конечно же. Они шумят, они общаются, бегают детки, ездят машины. Но истинное наслаждение и суть медитации в том, чтобы сделать ее вопреки всем шумам вокруг. Вопреки тому, что кто-то помешает, кто-то может вас отвлечь. Но вы должны сохранить внутреннее состояние сосредоточенности на себе. Мы никогда не сможем жить в абсолютном вакууме или пустоте. Для этого нужно уйти, наверное, куда-то в пещеру. Но и там могут оказаться летучие мыши, жуки или что-то подобное. Правда ведь? Поэтому нам нужно научиться сохранять внутреннее состояние покоя и удовлетворенности с собой, независимо от того, что происходит внутри или же снаружи. То, что мы внутри себя можем прекрасненько отвлечь. Мы же все женщины, мы знаем, что у нас постоянно работает голова. У нас 643 вкладки, и все они периодически работают, переключаются. Поэтому мы можем сидеть здесь, а уже готовить борщи на плите. Поэтому мы с вами обратим внимание внутрь себя. Переключимся на себя. Для того, чтобы переключиться на себя, представьте, пожалуйста, что есть только вы. И ощутите, пожалуйста, мир вокруг, как будто он весь создан только для вас. Ощутите, пожалуйста, кожей дуновение ветра. Даже если вы находитесь в комнате, движение воздуха все равно присутствует. И вы своими открытыми участками кожи можете это почувствовать. Ощутите, пожалуйста, как одежда прикасается к вашему телу. Как она ласкает вашу кожу. И насколько вам это приятно. Почувствуйте, как волосы касаются либо вашего лица, либо вашей шеи, вашей груди. И насколько это приятно. Почувствуйте себя. Почувствуйте, как вы дышите. Вдыхая, вы чувствуете температуру воздуха. Как он проходит ваши ноздри, заходит в носоглотку, переходит в гортань. И как он наполняет ваши лёгкие. И остаётся внутри вас, наполняет вас. И так же, как он выходит обратно. И так каждый вдох. Попробуйте прочувствовать. В себя, из себя. Себя, из себя. Попробуйте теперь почувствовать и себя внутри, и снаружи. Развиваем двойное осязание. Теперь соедините ваши ручки. Почувствуйте тепло между ладоней. Это тепло вашей собственной энергии. Если вы владеете рейки, то призовите рейки. Скажите рейки, рейки, рейки. И энергия придёт тоже. Чувствуете максимальное тепло между руками. Сосредоточьтесь, пожалуйста. И теперь, так как мы уже прочувствовали тепло и зарядили наши ручки, проведём для себя сеанс нежности. Что это такое? Это когда вы прикасаетесь к своему лицу. И как будто гладите его, но не настоящими ладошками, а немного на расстоянии. Мы гладим лицо примерно на расстоянии одного сантиметра. Ощутите собственное тепло. Переходим на шейку. Можете погладить волосистую часть головы. Обязательно. И мы переходим на шею. И переходим на грудь. Можем погладить нашу грудь энергетически. У нас есть вихри с груди. Все знают, надеюсь, это. И мы можем погладить грудь. Можем погладить плечи. И даже лопатки. Плечи сзади. И теперь можем погладить наши ручки. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на себе, на своем тепле кожи. На ощущениях руки, которая гладит. И на ощущениях кожи, которая получает это. Это очень интересно, правда? И мы продолжаем медитацию нежности. Гладим все открытые и закрытые участки. Гладим свои ведра, талию обязательно. Не забываем про поясничку, про крестец. Опускаемся на ягодички. Они тоже хотят нежности. Опускаемся вниз живота. И идем на бедренную часть ног. Слегка-слегка прикасаемся. Продолжаем гладить. Переходим на коленочки. Не забывайте про заднюю поверхность. Смотря как вы сидите, насколько вам удобно. И переходим на икры. Гладим всю голень. Лодыжки не забываем. Доходим до щиколоток. И также стопы наглаживаем. И все это на расстоянии одного сантиметра. Ловим свои ощущения. Насколько вы чувствительны к собственной энергии. Насколько она у вас сильная. И насколько она усилилась именно сейчас, во время медитации. Можете вернуться вверх к бедрам или к талии. Вот мы получили нежность всем телом. Можете завершить на том месте, где вам приятно. Мне вот приятно на груди и на лице. Я от лица просто расслабляюсь. Начинаю. Я так делаю, если не могу уснуть. Например, что-то прочитала. Очень такой возбуждающий мозг. Или прописала цели. И они мне прям зажигают. Я начинаю себя успокаивать. Таким образом. И эта нежность всегда работала. И мы можем завершать медитацию. Поблагодарим себя. Если вы включали энергию рейки, то поблагодарим энергию рейки. Ну, я надеюсь, что у вас есть собственная энергия, собственные лучики, которые прекрасно работают. И сейчас я вам расскажу, что мы делали, для чего мы это делали. Потому что не все женщины выдерживают прикосновений. Не все выдерживают такую нежность даже от себя. То есть нет привычки себя гладить. И от этого развивается такая, знаете, называется недотроганность. И недотроганность, она у нас идёт с детства, когда мы, ну, скажем, недодержались, недодержали нас мамы на ручках, да, не нагладили, не доцеловали. Вот. И мы таким образом возмещаем себе вот эту вот недотроганность. Если вдруг вас раздражила эта медитация, или же показалась вам какой-то затянутой, какой-то ненастоящей, то однозначно вам необходимо выполнять её довольно часто, для того, чтобы пробуждать в себе вот эту плавность, нежность и прекрасное отношение к себе. Что такое прекрасное отношение к себе? Это получение удовольствия от того, что ты уделяешь себе время, и получение удовольствия через своё тело от того, что ты просто занимаешься собой. Плюс это было пробуждение рецепторов кожи, для того, чтобы вы могли легко быть отзывчивы, когда вас кто-то гладит. Я, конечно, имею в виду ваших партнёров, ваших мужей, или ваших любимых мужчин, которые могут это делать, и они, конечно же, хотят видеть, что на их ласке женщина привлекается. Хорошо? Так что, девочки, практикуйте почаще. Это принесёт вам невероятные результаты, и жизнь станет проявлять к вам больше нежности тоже. Хорошо? Всё. Я вам желаю всего доброго, отличного дня. Пусть он пройдёт в таком же состоянии любви к себе, как было сейчас. Хорошо? Всего доброго.